В конце XVI века на землях между Тереком и Кумой начинает формироваться достаточно интересная группа Нагайцев, которая получила впоследствии название Карл Нагайцев, которые в XVIII веке переселяются на те земли, которые они занимают сегодня. Это территория современного Северного Дагестана и территория Ставропольского края. В конце XIX века Российская империя начинает пытаться управлять Нагайцами. Для этого создаются четыре приставства, одно из которых получит название Карнагайского приставства. И уже в 1800 году для управления карнагайцами был определен специальный человек, который должен был заниматься разбором всевозможных жалоб, пытаться как-то взаимодействовать с карнагайцами, которые, в отличие от большинства народов Северного Кавказа, в общем-то считались мирными. Я напомню, что в имперской терминологии первой половине XIX века были понятия мирных и немирных. Они в основном применялись горцам, это было связано с Кавказской войной и присоединением народов Северного Кавказа к России. И вот с начала XIX века, когда был определен специальный пристав к карнагайцам, начинает складываться в процессе деятельности очень разных людей, которые представляли Российскую империю в карнагайской степи, в процессе деятельности начинает складываться, естественно, архив. Это большое количество бумаг, которые так или иначе отражали состояние внутреннего управления, состояние дел в карнагайском приставстве. На самом деле мы не очень много знаем на сегодняшний день о том, что из себя представляла история нагайцев в имперский период. Мы очень много знаем о средневековой истории благодаря работам Вадима Трипавлова. Мы очень много знаем об этнографии благодаря работам Рамазана Киритова и Секинат Гаджиевой. Мы достаточно много знаем об эпосе нагайцев, но мы почти ничего не знаем о том, что из себя представляло нагайское общество в 19 веке, в конце 18 века, в начале 20 века. Мы очень мало знаем о том, что оно из себя представляло в советский период, на самом деле. И для того, чтобы ответить на все возникающие вопросы, любой профессиональный историк, естественно, идет в архив. Если вспомнить последнего карнагайского пристава Филиппа Капельгородского, век назад он написал совершенно замечательную фразу, что мы очень мало знаем о карнагайцах. На самом деле за сто лет наши знания не сильно увеличились, потому что очень долго до того, как работа Капельгородского была опубликована, почти все, что писалось о карнагае, это был такой вольный пересказ или переложение рукописи Капельгородского. Но для того, чтобы понять, чем жило карнагайское общество в 19 веке, нам нужно обратиться к архивам. И здесь главным или одним из главных источников выступает архив, собственно, приставов. Капельгородский отмечал, что все, что было написано о карнагайцах в 19 веке, это довольно фантастические вещи. И, наверное, единственным, кто до недавнего времени обращался, собственно, к архиву карнагайского пристава, был сам Филипп Усипович, который до написания своей обобщающей работы «Карнагай. Страна кочевников и патриархального быта» написал несколько достаточно крупных статей, которые выходили в газетах «Терек», в газете «Кавказ» и в ряде других периодических изданий, выходивших на Кавказе. И вот он первый, кто систематизировал некоторые сведения из архива приставов. Мы ничего не знаем о судьбе этого архива в первой половине 19 века. Можем предполагать, что судьба его была такова, какова она была и у всех остальных архивов. То есть, поскольку идет война на Северном Кавказе, то как-то не совсем до обработки каких-то материалов из архивов. Они просто были свалены все в неприспособленных помещениях. Первые попытки разбора кавказских архивов начали предприниматься в 40-е годы 19 века при Михаиле Семеновиче Воронцове. Они были достаточно успешными, потому что для большинства архивов были составлены описи, но это не коснулось архива Карнагайского пристава. Первая самая информация о том, что его попытались обработать, относится к 60-м годам, к середине 60-х годов 19 века, когда возникла необходимость понять, какие из документов сохранить, а какие уничтожить. И вот тогда уже сохранилась некоторая переписка, согласно которой мы можем понять логику вообще архивного дела на Кавказе, с одной стороны, и логику имперских чиновников, в частности, все тех же приставов, которые занимались разбором этих документов. Соответственно, предполагалось, что часть материалов, которые уже не представляют какой бы то ни было исторической ценности, она будет утилизирована. Для этого был назначен помощник пристава, который должен был составить описание, достаточно подробное описание всех документов, которые хранились в вставке Тереклиф в отдельном помещении. В 60-е годы худо-бедно, но архив был разобран. Однако, затем о нем опять забыли, вплоть до середины 80-х годов XIX века, когда вновь возникла идея его разобрать. Вообще, 80-е годы XIX века в архивном деле на Кавказе предпринимаются активные попытки разбора всех архивов. Принимаются попытки их централизации. Централизация должна была сводилась к тому, что все архивные материалы со всего Кавказа и всех регионов Кавказа должны были быть свезены в Тифлис. В итоге этот проект был признан неудачным, потому что при перевозке часть материалов могла потеряться, часть была бы уничтожена. Таким образом, документы остались на местах. Документы карнагайского приставства также остались на Северном Кавказе. Они остались в ставке Тереклиф и хранились там вплоть до 1916 года. В 1916 году в Тереклиф Мектебе происходит восстание, в результате которого, как мы знаем, частично пострадал дом пристава, который, судя по всему, был сожжен и, видимо, пострадал архив. Этот архив очень долго в советское время путешествовал из города в город. Его перевозили то в Владикавказ, то в Грозный и в итоге в 1948 году его передали в Махачкалу. И с этого времени он хранится в Центральном государственном архиве Республики Дагестан. Но нужно сказать, что до недавнего времени материалы этого архива не привлекали к себе почему-то внимания исследователей. Возможно, это связано с не очень хорошим состоянием архивных дел. Возможно, кому-то кажется, что сохранившиеся в нем материалы не очень репрезентативны. На сегодняшний день остатки этого архива – это порядка 450 дел, которые хронологически охватывают период первой половины, в основном 19 века. Что мы узнаем из этих материалов? Во-первых, материалы карнагайского приставского архива содержат достаточно большую переписку главного пристава с приставами частными. Что содержится в этой переписке? Это ежемесячные рапорты о состоянии аулов нагайских. Некоторые из них были очень подробными. Касались они в основном каких-то происшествий, эпидемий, каких-то споров между казаками и нагайцами из-за земли. Огромный массив документов связан с материалами об одном, достаточно известном, на самом деле, военном по фамилии Ахвертов, который в начале 19 века возглавлял карнагайское приставство. Ему, как раз таки, именно этому Ахвертову принадлежит первое этнографическое описание нагайцев, составленное в 1812 году. Из этого описания мы можем узнать достаточно много. Мы можем узнать поголовье скота у разных групп нагайцев. Мы можем узнать информацию об их расселении, о том, как происходило решение споров между различными группами нагайцев. Кроме того, достаточно большой массив документов в архиве карнагайского пристава представляют материалы об эпидемиях. Первая треть 19 века богата на большое количество эпидемий. Это и холера, это и чума, причем и та, и другая были неоднократно на Северном Кавказе. И пристав дает достаточно большое количество цифр, что, в общем-то, важно. Мы узнаем некоторую информацию о населении, что для первой половины 19 века чрезвычайно важно, потому что, в принципе, считается, что до конца 19 века, до проведения первой всероссийской переписи населения, все статистические выкладки весьма условны, особенно это касается Северного Кавказа. Но приставы подходили достаточно педантично к своим обязанностям. И вот такой учет и контроль, наверное, это вот два таких главных маркера их деятельности. Из источников, которые сосредоточены в архиве карнагайского пристава, мы узнаем, например, об особенностях выпаса скота и о том, как выбирались пастбища для этого. Мы узнаем о том, чрезвычайно интересный факт, что у карнагайцев, например, было достаточно большое количество верблюдов. При этом верблюдов во второй половине 19 века уже фактически не осталось. Кроме того, мы узнаем о взаимоотношениях карнагайцев с местными помещиками, помещиками Кизлярского уезда. Ну, например, самыми известными в начале 19 века были помещики Тарумовы. Очень интересный сюжет. Если мы вернемся немножко в 18 век, то в 1785 году чеченский шейх Мансур попытался захватить Кизляр. Ему это не удалось и прошло 25 лет. И наследники помещика Тарумова предъявили карнагайцам претензию, согласно которой они требовали возместить им ущерб, нанесенный четверть века назад, именно за их участие в набеге Мансура на город Кизляр. К сожалению, мы не знаем, чем завершилась эта тяжба, потому что документы сохранились фрагментарно. Но это действительно очень яркие документы низового уровня, которые достаточно хорошо характеризуют очень разные стороны жизни нагайского общества. Несмотря на то, что история карнагайцев до сих пор не написана, можно констатировать, что обращение к архивным документам дает нам возможность показать, во-первых, внутреннюю жизнь и внутренние устройства карнагайского общества. Кроме того, мы можем понять, как эволюционировал Институт управления кочевыми народами в Российской империи. Потому что приставская система конца XVIII века и приставская система начала XX века – это совершенно разные системы управления. Причем она эволюционировала и в XIX веке несколько раз и очень сильно менялась. И от того, что сохранялась должность пристава и вот это вот само название, это совершенно не значит, что институт оставался таким же архаичным, каким он был уже даже в XVIII веке. И обращение к архивным документам дает возможность написать историю нагайцев в контексте истории Кавказа, с одной стороны, с другой стороны, в контексте истории Российской империи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok